Индийские товары были всегда популярны среди сочинцев. Теперь вот в продаже натуральная косметика. Разнообразный кремовый ряд. В первую очередь крем для лица. Также тоники, скрабы, гели. Все средства на основе индийских трав. Вот, например, крем для лица от фирмы Биотик. В состав его входит кокосовое масло, очищенная вода, натуральное миндальное масло и экстракт вытяжки одуванчика. Крем полезен своими уникальными свойствами. Натуральный природный комплекс «Амула» – это масло с жасмином. В основном его используют для окрашенных волос, для питания, укрепления и придания блеска. В широком ассортименте серия шампуней, бальзамов и масок «Батика». В их составе мыльный орех, либо корень мыльного дерева и ценнейшие масла «Востока». Необычные краски для волос исключительно натуральные, без химических добавок. В составе травяных красок входит бесцветная хна, которая не дает рыжий эффект для любителей темных оттенков, для любителей светлых оттенков используются только травяные составы, которые дают либо отсветляющую основу, либо именно наоборот затемнять. В магазине «Народная аптека» индийские зубные пасты. Причем часть из них без фтора. Они пользуются большой популярностью среди населения. А вот ополаскиватели из Индии обеспечивают комплексную длительную защиту десен, обладают еще и противовоспалительными свойствами. Каждый покупатель может найти из серии индийской натуральной косметики для себя что-то новое и полезное. Здесь много товара для здоровья. Ассортимент уникальных продуктов с каждым днем расширяется. Это из сустава для людей, страдающих болью в суставах, из серии «Секрет бобра» для оздоровления мужчин и женщин. Юглон и стопразит для очищения организма и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Для детей также укрепляющие бальзамы, сиропы и богатые витаминные комплексы. Огромный выбор чайной продукции. Магазин «Народная аптека», где представлен товар для здоровья и красоты, расположен на торговой галерее напротив детского мира. Елена Овсецна, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова